тебе пизда тут можете уже думаю вырубать на на вторые угли иди нахуй начинают сгнивать своим табаком должен идти тоже нахуй и у ребят всем привет с вами давай сегодня мы находимся в магазине джаз фрейд и сегодня у нас на обзорчике продукт под названием фрагмент но они мы расскажем чуть-чуть попозже сейчас давайте-ка почитаем самые лучшие по моему мнению 3 комментария с прошлого видоса вот тут вот тут и вот тут да а теперь собственно а теперь собственно давайте потихонечку разбирать что это такое что такое фрагмент вот столичка у меня есть вкусов раз два три четыре пять шесть семь семь вкусов да и вот такие вот пачечки а что касается пачек прям начнем до тотально все разбирать вообще прям в тотал оч куда от а до б что касается пачек они чисто нужны для того чтобы их либо выстоять либо в них транспортировать дальнейшая пригодность пачек уже все то есть ты пару раз открыл закрыл и они начинают просто раскисать то есть не просто начинают сгнивать что ли не знаю не сразу становятся ли то неопрятные момент когда вот эти пальчики лежали в коробочке когда только все это пришло да вот прям было все заебись вот я открыл каждый вкус прокурил и все вот эта штучка рвется топ ну короче прямо прямо охота переложить в контейнеры но благо здесь 50 грамм и это можно выкурить всего лишь за две чашечки до хороших так вот идем дальше у меня здесь два кальяна две чашки в одной у меня собственно я майский ром оля карибский ром в чем разница не понимаю и собственно банановые печенья да карибский ром и забили фанал а банановое печенье забили в классическую пятидырую чашку до плоскодонную так вот идем потихонечку разбирать также есть сертификат соответствия то есть да он где-то был но я его потерял ну короче сейчас найду я его отсниму сертификат соответствия это говорит о том что продукт прошел какие-то проверки и он соответствует тому чтобы его вообще можно было курить и ты не траванешься да а далее давайте собственно почитаем состав я вначале дума ну как же как же я вам не сказал ребята что это кальянная смесь на основе чая да тут можете уже думаю вырубать а наверное так сейчас многие сделают так вот хороший отдых состоит из фрагментов ну в принципе да шашлык дом до банька короче здесь есть рекомендация по использованию то есть то что мы очень сильно любим да давайте послушаем что нам рекомендует производитель фрагмента взять чашу типа фанал мы взяли ее на карибский ром но и взяли обычные 5 дыру чтобы проверить примерно вообще как все это будет работать забить 15-20 грамм смеси смеси смейся использовать устройство контроля жара при необходимости колпак то есть устройство контроля жара ребята решили не называть определенный бренд а просто устройство контроля жара поставить три угля 25 миллиметров если у тебя 22 угли иди нахуй прогреть чашу 3-4 минуты ну думаю мы побольше прогреем так получается строк годности 2 года 50 грамм в пакетике до состав чай черный 50 рублей чай зеленый 60 рублей чай жасмином 70 рублей а чай черный жидкий никотин вот так вот можно сделать до пищевой глицерин патока пищевые ароматизаторы то есть все максимально просто а ничего нет в этом сложного да то есть ты просто бегешь берешь чай берешь патоку глицерин и ароматизатор и все ты производитель ты болтаешься как говно в воде на этом рынке кальян нам да давайте собственно пробовать начнем мы с ямай с ямайского рома а он у нас забит на фанале да пизделся немного по дынности вопросов вообще никаких нет а что касается ароматики она яркая она хорошая она чувствуется но при этом не хватает вот этого табачной жилочки понимаете органического привкуса табачного листа ой боже над имели на что касается вкус ямайский ром почему именно два кальяна здесь как бы забиты потому что все остальное я уже попробовал я оставил только два тех которые рекомендовал сам производитель и по его словам это топовые позиции так вот что касается ямайского рома то скажу так это стопроцентный карибский ром от компании спектрум вот прям один в один да вот сочетание кислиночка терпкость то есть если его забить то люди просто скажут а почему спектрум такой легкий то есть да то есть тот же самый спектрум только легкий по факту а что касается именно ароматики а также а нет наверное обо всем о продукте чуть попозже давайте попробуем наши она банановые печенье это тоже топовая позиция по словам производителя и пользуются наибольшей популярностью среди тем он что покупателей если они вообще есть ну банановое печенье прикольно но знаете вот в чем минус этого продукта то есть в чем минус всего чая да на рынке который идет с добавлением жидкого никотина то что жидкий никотин на чай очень прям вот и бьет гортань вот прям реально и бьет и и дичайше просто сушит так что невозможно ой бля ну и усваивается немного по другому организмам нежели тот же самый жидкий никотин но собственно в кальянном табаке то есть именно в табачной до продукции то есть разница все максимально прям и не вот сложно воспринять все это что касается самого продукта и потом по всем вкусом пройдемся а по прогреву очень быстро особенно на фанале и на четырех углях очень быстро но при этом если ты будешь невнимательный то тебе пизда почему потому что он очень быстро перегревается то есть какой-то такой удельный хорошей жаростойкости у продукта вообще нет то есть ты его немного перегрел подождал лишние две минуты допустим либо отвлекся то все тебе пизда максимально сразу то есть он начинает перегреваться но при этом он очень быстро восстанавливать то есть достаточно просто снять один уголек как я сделал сейчас потому что пока я пиздел я сделал первую тягу и просто хапнул сука горе оставил три угля и стало все заебись вот прям так чтобы я сказал бы что фрагмент ебейший табачный лист то есть кальяны кальяная смесь на основе чайного листа не сказал бы но как можно покурить ради аромки очень прикольно в миксах то окей в принципе почти все по моему личному мнению чайные бренды да вот они все немного не дотягивают и от чистую пока в 2019 году их курить мне максимально сложно ху его знает что будет двадцатом году когда ты будешь приходить в кальянную а там извините мы работаем только на чай потому что это ебейший продукт и ты со своим табаком должен идти тоже нахуй возможно двадцатом году будет так когда культура просто перевернется и скажет вам на нах вот тогда но на данный момент чайный лист не занимает по практически хорошо полноценно какую-то полку в кальяной да он есть его добавляют но так чтобы прям вот все фанатели от чая нет если брать вот давать давать просто смотрите три угля а наш ром немного постоял и сейчас будет вуаля даже пока что немного то есть первая тяга перегрев я прям хапнул продуваем немного там проциркулировалось табачок немного остыл и все окей как бы да но после этого перегрева на соответственно начинает страдать сама ароматика поэтому ни в коем случае если вы будете брать фрагмент а не перегревайте его иначе ничего у нормального и полноценного не получится теперь давайте собственно пройдемся по вкусам и я примерно расскажу свое впечатление о каждом вкусе да а у нас есть такой вкус как пенейпл джуз а это ананасовый сок и я его могу характеризовать такими словами как привет аргелине да то есть хороший сочный сладкий ананас если его мешать допустим с табачным брендом то получится прикольная ароматика то есть да очень прикольный кони мелан тоже аля привет привет аргелине apple candy достаточно спорный вкус яблока такое яблоко я не очень сильно люблю и она мне вообще не нравится эвкалипт эвкалиптус написано ну на любителя как именно не совсем суперного да не совсем мята именно эвкалипт с таким каким-то привкусом холса да или чего-то еще ну и крэнбери я думал что крэнбери будут кислое что такое прям кислючие но оказалось что с такими оттеночками сладенького и вот любителям между кисло сладким вкусом то крэнбери хорошо зайдет а теперь что касается общего моего мнения да вот прям оценочки какой-то то я скажу так фрагмент вроде как бы хорошая к чайная смесь но вот до остальных брендов чуть-чуть не дотягивает но это ну я надеюсь что они все-таки наверстают потому что база как бы есть она хорошая она как бы нормальная то есть его можно курить его можно забивать его можно миксовать с табачными до табаками какая-то туфтология получается табачный табак чайная смесь да вот как правильно сказать вот стандартный табак обычного что такое обычный табак короче да вы поняли про чем пытаюсь вам донести не так не буду курить потому что они уже перегревают а что касается продолжительности курения то здесь тоже нельзя прям так заебись сказать что это чайная смесь заебись как долго курица нет а у нее же определенный такой пик момент до 30 минут после чего появляется по ходу в этот сам раскрывается чайный лист и становится не очень его приятно кури знаете когда вы пьете крепко заваренный черный чай и у вас остается вот этот привкус на языке на горле то вот здесь примерно то же самое то есть дотянуть нормально крепость в плане того чтобы она не била по горлу жидким никотином . там пошариться дам в составе табака дотянуть жаростойкость чтобы он не перегревался блять как собака да ебаные на солнце в пустыне и конечно же протянуть немного время курения ароматизаторов тогда вот будет все заебись заебись ну и наверное сделать более какие-то интересные вкусы потому что это чайная смесь и здесь можно прям заебись как поэкспериментировать добром воебать меня чайная смесь еще заебеню необычные вкусы поэтому собственно вот так вот мы сейчас находимся в магазине just freight и скажу еще одну вещь пиши комментарии и самые лучшие комментарии мы покажем в следующем выпуске так что это дава дым это чайная смесь фрагмент на основе черного чая с добавлением жидкого никотина так что пока пока а и и Продолжение следует...